Прямо сейчас о погоде на предстоящие дни, о самых опасных участках на дорогах расскажем в рубрике прогноза МЧС. В нашей студии уже находится заместитель начальника МЧС по краю Валерий Терешков. Здравствуйте. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. По данным гидрометеоцентра в выходные ожидаются дожди и возможен сильный ветер. Предупреждаем, в городе возможны локальные линии большой интенсивности, так называемые дождевые бомбы. Они могут выпадать в пределах двух-трех кварталов в городе, особенно Октябрьский, Советский и Сведовский районы. В связи с этим на автодороге Красноярска возможно подтопление. Самые опасные участки представлены на экране. Автолюбители, будьте внимательны. При интенсивных осадках лучше остановитесь. Не прорывайтесь через подтопленное место. Это опасно. 18 июля магнитное бодро. Метеозависим, необходимо быть осторожным. А водителям предупреждаем, в эти дни возможность замедления реакции и увеличения происшествий. На этой неделе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на ремонтированном участке дороги. Мы уже предупреждали вас о том, что необходимо быть внимательны на автодорогах в Емельяновском районе, Каннск-Комарова. Дорожные работы проводятся в Балахтинске, Новоселовске, Минусинске районы, Усть-Абаканские, Багратские районы, Республика Хакаси. Уважаемые автолюбители, будьте максимально внимательны и не нарушайте дорожные движения. На этой неделе в заповеднике Столбы пострадали двое туристов. Девушка получила сотрясение мозга при падении со скалы дед, мужчина – сильное растяжение мышц и голени. В этом году в заповеднике Столбы спасатели, а там открыт спасательный постоянный пост, оказали помощь 33-м пострадавшим. В случае происшествия на стационарный пункт спасателей Столбах можно будет позвонить по телефону, те, которые изложены на экране. Уважаемые красноярцы, напоминаю, будьте осторожны при посещении Усть-Абаканских, там вводится много дихих лиц, которые могут быть переносчиками бешенства. Не позволяйте детям подходить близко к диким животным, кормить их, гладить их и так далее. При укусе животных незамедлительно обращайтесь в сам пункт. В этом году уже в медучреждения Края обратились по поводу укусов с дикими домашними животными более 2000 жителей Края. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok